Впервые на Бажовский фестиваль приедет настоящий шаман. О программе праздника сегодня рассказали организаторы главного конкурса традиционного народного творчества. Какие еще сюрпризы ждут гостей Бажовки, знает Дмитрий Бачко. Год назад пятиклассница Юля вместо компьютерных игр увлеклась рукоделием. Научиться работать на ткацком станке не составило труда. Теперь школьница все свободное время проводит в мастерской. В коллекции девочки уже несколько шарфов, платков и кошельков, созданных собственными руками. Специально для фестиваля Юля сделала новую сумочку. Мне стало интересно узнавать новые техники, новые способы ткачества, и народные ремесла, этнографические экспедиции. Это все было очень интересно. От этой Челябинской школы на Бажовский фестиваль собираются поехать шесть юных рукодельниц. Среди школьниц устроили даже своеобразный отборочный тур. Довольно сложно усидеть за ткацким станком. Иногда это занимает достаточно много времени. И это очень трудоемкий процесс. У нас очень много детей, которые ждут Бажовского фестиваля и готовы ткать, ткать, ткать днями и ночами. Бажовский фестиваль посетят около 700 мастеров со всей России. Аллея народного творчества протянется больше, чем на 3 километра. Среди субъектов Уральского округа впервые устроят особый конкурс. Представители разных областей должны будут на глазах у зрителей создать общую композицию.